МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С Днем Ангела, дорогие именинники! Как известно, самый частый именинник – это Иван. Но и другим бывает везет. К примеру, церковь знает три пары святых с именами Козьма или Косма и Дамиан. Есть Козьма и Дамиан римские, есть африканские и есть асийские. Это чудное совпадение подчеркивается еще тем, что все три пары были братья, родные по плоти, и были безмездные врачи, так называемые бессребренники. Сегодняшний наш рассказ о Козьме и Дамиане азийских. Имена их означают следующее – Кузьма или Косма созвучно в слову «космос», то есть упорядоченная вселенная. А Дамиан, возможно, с еврейского означает «укрощенный». После смерти отца язычника их воспитывала мама, христианка воспитала их благочестие. С молоком ее, с поучениями ее, они впитали в себя как раз любовь ко Христу, и потом, овладевши к взрослому возрасту врачебным искусством, стали исцелять людей от различных болезней, притом не только мазями, притирками, пилюлями, но и именем Христа. Отличало их от других врачей то, что они не брали денег за излечение больных, помня слова Христовы, сказанные апостолом, даром приняли, даром давайте. Ту не приястье, ту не дадите по-славянски. Поэтому они возбуждали к себе зависть со стороны язычника врачей и большую любовь простого народа, называвшего их бессребренниками. Однажды Косма и Дамьян исцелили одну женщину, которая хотела чем-то их отблагодарить. Она была больна безнадежно, никто не верил, что она исцелится. Она принесла Косме три яйца и попросила его именем Божиим, во имя Святой Троицы, прими от меня этот малое приношение. Услышав имя Божие, Косма постеснялся не взять это приношение и взял его. Чем очень опечелил Дамьяна. Дамьян рассердился на брата и сказал, что Господь отступит от тебя, если ты начнешь брать подарки и деньги за исцеление. Тот объяснял ему, что не ради корысти, а только ради имени Божьей он взял это маленькое приношение. Но ссора пролегла между ними, и вскоре пришлось умереть святому Косме. Когда он умирал, то Дамьян сказал, что меня, и когда я умру, похороните в другом месте, не хочу лежать рядом с братом. Настолько оскорбило его это принятие малого приношения. Случилось чудо. Ведь святы не только исцелили людей, по милосердии часто исцеляли и животных. Пришел верблюд, исцеленный ими когда-то от болезни, и заговорил, как некогда ослица Воламова, человеческим голосом, и сказал, что брат твой взял приношение в благодарность не по корысти, а только ради Господа. После этого чуда, вразумленный этим, Дамьян повелел по смерти своей положить его рядом с родным братом. Их похоронили рядышком. И впоследствии в истории церкви проявили они себя не только как чудотворцы и целители, но также и как охранники и покровители христианского брака. За малостью времени я не смогу эту историю пересказать, но был случай такой, когда Касма и Дамьян уже от небес душами вернулись на землю защитить одну женщину от поругания и бесчестной смерти. С тех пор почитают их не только дарователи здоровья, но и охранители семьи. В сегодняшний день я сердечно желаю вам, дорогие братья и сестры, именно то, что Касма и Дамьян выпрашивали и раздавали от Бога людям, а именно здравие, здравие душевного и здравие телесного. Кроме носящих эти имена Кузьма и Дамьян, я поздравляю сегодня с Днем Ангела Сергея, Александра, Ивана и Якова. С Днем Ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах.